Приветствую вас и давайте для начала определим, что вообще значит быть ответственным человеком по вашему мнению. Что для вас есть ответственность, потому что ответственность она для каждого своя. Какие у вас требования к ответственности, то есть какой меры ответственности от вас, условно говоря, требуют люди? Может быть вы сами для себя хотели бы какой-то меры ответственности? И вот с этих моментов в принципе нужно начать. Почему именно с этих моментов? Дело в том, что любая задача, любая цель, она формируется на основе именно требований. И только потом, после того, как будут понятны требования, уже можно будет говорить о том, что вам нужно для этого делать. То есть первый вопрос, который мы рассматриваем, он раскрывается через понимание того, какая мера ответственности от вас требуется. После того, как мы сами для себя определили ответ на этот вопрос, будет лучше, если вы теперь, имея вот представление о том, какая ответственность от вас требуется, спросите себя, так, а какие блоки стоят у меня на пути к ответственности? Почему я не могу этой ответственности соответствовать? Почему я не могу, условно говоря, одерживать эту ответственность? Почему у вас возникают проблемы при столкновении с ней? Это также не менее важный вопрос. Какие проблемы, какие препятствия на вашем пути встречаются, когда речь идет об ответственности? Это не менее важный момент. И вот через раскрытие этих двух вопросов суть и можно говорить о том, чтобы вам вырабатывать личную стратегию по получению статуса ответственного человека. Далее. Следующий вопрос, который нужно вам задать, он заключается в том, были ли вы когда-нибудь ответственным человеком? Если да, то что изменилось? Если да, то почему перестали быть ответственным человеком? Если да, то что бы влияло на то, что вы теперь уже не такой ответственный человек, как раньше? Если вы никогда не были ответственным человеком, то вам это вероятнее всего, то есть необходимость быть ответственным, скорее всего внушает что-то вроде страх. И в этом случае ответственность на себя не нужно брать сразу всю. Нужно брать на себя лишь частичную ответственность, а лишь небольшую ответственность хотя бы для начала, пока у вас не выработается уверенность в своих силах. Если вы возьмете на себя сразу большое количество ответственности, то возможно побочный эффект, возможно негативная реакция вашего сознания, вашей психики на подобное решение. Потому что вы не готовы. И так, в принципе, на этом, наверное, можно закончить. Я, надеюсь, понятно донес до вас ту мысль, что проблему нужно решать, условно говоря, в несколько этапов. То есть первый этап это когда вы определяете ту ответственность, которая от вас требуется. Второй этап это когда вы определяете, что мешает вам быть ответственным, да, то есть какие препятствия стоят на этом пути. И в зависимости от этих препятствий у вас и будут вырабатываться направления работы. То есть в зависимости от того, какие проблемы на пути к тому, чтобы быть ответственным у вас имеются. В зависимости от этого мы и будем выстраивать с вами работу. В зависимости от этого мы и будем выстраивать с вами как бы нашу совместную деятельность, если вы захотите работать именно со мной. Ну, вообще говоря, с любым специалистом вы будете проходить примерно те же самые стадии. То есть прежде чем искать какие-то проблемы, прежде чем говорить о том как, нужно понять, какие же у вас цели. Какая же у вас конечность, потому что степень ответственности, она у каждого своя. Если говорить о том, что именно нужно делать, чтобы быть ответственным человеком, то здесь мы с вами скажем в общих чертах, потому что для каждого человека своя форма этой ответственности самой. И мне бы не хотелось вот так вот говорить вам о едином пороге, единой норме ответственности, ибо ее нет. Для того, чтобы быть ответственным человеком, нужно в первую очередь отвечать за себя, за свои поступки и нести ответственность также за себя, за свои поступки. Не перекладывать ответственность вину за свои какие-то, например, неудачи на других людей. Вот это не является правильным, это не является верным, и это, по сути дела, путь в никуда. Ответственный человек, он тот, который не беря, не неся, точнее, и не отвечая за других людей, он отвечает за самого себя. То есть вот это едва ли не главное, что вам нужно для себя понять, что человек, который несет ответственность за себя, он несет ответственность за других. Он не перекладывает вину на других, он понимает, что если что-то происходит, то как бы ответственен в этом он только лишь сам. Вот это ключевой момент воспонимания ответственности. Если вы хотите быть таковым или быть таковой, не совсем понятно, кто вы, то в таком случае вам рекомендуется, очень настоятельно рекомендуется исключить влияние, исключить влияние на других людей на свою жизнь. Потому что вот пока вы как раз таки считаете или думаете, что другой человек, какой угодно, ответственен за то, что происходит в вашей жизни, вы не можете быть ответственным человеком, не можете нести ответственность за свою жизнь, потому что вы всегда сталкиваетесь как бы с влиянием других людей. Но есть небольшая тонкость, которая заключается в том, что это влияние людей, оно мнимо. То есть его в действительности этого влияния нет. Оно есть только по одной причине, это по причине того, что вы позволяете, это самая главная причина. Она, как бы, эта причина всегда есть. То есть она вне зависимости от того, какую цель преследует тот, кто влияет на вашу жизнь. Она, эта причина есть всегда. Это первый момент. И второй момент, это то, что людям выгодно, выгодно, ну, скажем так, управлять вами. Людям выгодно, чтобы вы как раз таки были под их влиянием. Но выгода, которую человек хочет извлечь из вашего влияния на вас, это, как я надеюсь, вы понимаете, очень такой субъективный момент. Потому что это не ваше, как таковое желание. Это желание другого человека. И вам нужно понимать, что вы живете своей жизнью. Вы живете для себя, вы не живете для другого человека. И вам нужно, вам приходится, может быть, даже придется, условно говоря, бороться вот с влиянием других людей на вас. К сожалению. И вот это такие, знаете, условно говоря, такие подспудные немножечко цели, такие промежуточные задачи, которые нам с вами, может быть, придется решать в процессе. Ну или вам самому придется решать, если вы хотите, если вы не хотите работать с специалистом, то вам самому тогда придется решать этот вопрос. Вопрос именно от подобного влияния на вас. На этом, в принципе, все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова